Всем привет! Спасибо, что вы на моем канале. Меня зовут Лиза. И сегодня мы начинаем свой прекрасный день с восхитительной коробки. Но насчет содержания мы еще посмотрим. Итак, что же внутри? Может быть, многие уже догадались, хотя это понятно из видео, что сегодня мы с вами откроем вот этот прекрасный бокс от бренда Kaleidos. Вообще, это бокс просто как упаковка. Я заказала, соответственно, саму палетку Kaleidos. Клаб не было. И я заказала еще хайлайтер от этого бренда. Это было очень стильно. Презентация, конечно, завораживает совершенно. И образы на промо. Я была в восторге. Тематически, я бы сказала. Что хочется сказать по поводу данного выпуска, это коллаборация с бренда Kaleidos с Анжеликой Никвист. Насколько я знаю, это шведский блогер или она визажист-блогер. Совершенно очевидно, что девушка знает свое дело. Она прекрасная, очень красивая. В общем, это прекрасная девушка, которая заколлаборировалась с китайским бренда Kaleidos. И мы получили вот это. Ну, вообще, конечно, надо сказать, что оформление просто вообще заставляет трепещать. И, естественно, хотелось бы, чтобы наполнение было не менее разочаровывающим, а даже более очаровывающим. А сейчас на мне из этой палетки всего пару оттенков. Я совратил, конечно, вот этот вот ряд верхний. Потому что, конечно, я обожаю зеленые тени, я обожаю голубые тени. Но, я думаю, по мне понятно, да, уже какие тени у меня на глазах. Сегодня я буквально нанесла вот этот вот и вот эти вот два. Вот три даже, получается, да, оттенка. Ну, в общем, не будем углубляться сейчас. Мы посмотрим на все образы, которые я подобрала или которыми я вдохновилась. И второй гость нашей программы это вот такой вот красавчик. Райлайтеры, у них, конечно, там каких-то просто бешеных цветов. Там есть и фиолетовый отлив, и голубой, и какой-то розовый, и вроде бы более такой, менее белый. Ну, такой, скажем, шампанское, да, желтый. В общем, я вот сейчас тоже с этим хайлайтером. Это он. Вот. Ну, в общем, конечно, цвет обалденский. Он более-менее выглядит удобо-варимым. Называется Solar Sailor. Ну, то есть, солнечный моряк. Вся тема вот этих хайлайтеров, в том числе, это такая тема какого-то межпланетного путешествия. Там, значит, ну, оттенки, конечно, разных названий. Прям-прям очень интересно. Если вы носите такие оттенки на каждый день или там не на каждый день, то советую вам обратить, потому что вот про него могу сказать, что это, конечно, прям вообще очень интересно. И я не могу перестать его, конечно, теребить в руках, как железная банка. Вот. В общем, давайте сейчас посмотрим, что я там наделаю, натворю на своём лице. Запомните меня такое. И в следующей части видео мы обязательно поговорим поподробнее про коллаборацию, про тени сами по себе, про их цвета, про их наслаиванность, про все их характеристики. Вы готовы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, на первый макияж меня вдохновила вот эта прекрасная девушка. И начинаю я этот макияж с нанесения базы P.L.U.S. в оттенке 02. Я распределяю это пушистой кистью, и я решила начать именно с базы. Теперь я беру плотной кистью цвет Сайла и наношу его во внешний уголок, как бы набивая. И вот здесь я понимаю, что я по сути это прессованный пигмент, так как он не тушуется, поэтому я меняю кисть. Тем же цветом Сайлом прохожусь по нижнему веку. Плотной плоской кистью я беру оттенок Rockhopper и кладу его на подвижное млеко, втушевывая один в другой цвет, что, кстати, не очень получается. Так как Сайлон более темный поглощает более светлый Rockhopper. Пушистой кистью набираю оттенок Naaru и прохожусь по границе тушевки. Пушистой маленькой кистью беру совершенно восхитительный шиммер You're My Only Hope, кладу во внутренний уголок и вывожу по переносице. Чёрный карандаш использую для слизистой и межреснички. Здесь я беру скошенную кисть и решаю немножко прибить карандаш чёрным оттенком и Soft Glam от Анастасии Беверли-Хиллз. И здесь я ещё раз беру оттенок Silent и наношу его поверх чёрного карандаша. Красим ресницы тушью Kiss Me. Готово! Зашла до того, чтобы попробовать этот космический хайлайтер. На мой взгляд он реально космический. И из какой-то такой зловещей, да, злодейки небулы, из тех самых страж галактики, я вдруг становлюсь солнышком. На создание данного макияжа меня вдохновила сама Анжелика и её безумно нереальные вот эти вот тени, зелёные сочетания с голубым. В этот раз я решила сделать макияж без каких-либо подложек для чистоты эксперимента. Я беру плоской плотной кистью оттенок Queen of Blades и кладу его во внутренний уголок. И здесь я уже не встречаю никаких препятствий для растушёвки данного цвета. Он тушуется отлично и прекрасно. И ещё пушистой кистью немножко подрастушёвываю границы, тем самым укладывая цвет по веку. Маленькой пушистой кистью беру оттенок Astro и раскладываю по всему подвижному веку. Ложится прекрасно. Той же кистью на внутренний уголок набираю оттенок Nova и тяну его до середины в нижнего века. Снова беру Queen of Blades на плоскую плотную кисть и наношу на нижние века по ресничному краю. И самое интересное, я беру тот самый салатовый Gravity на пушистую растушёвочную кисть. И так как немножко страшно, я еле-еле прохожу по краю растушёвки. Здесь я беру серебряный карандаш для слизистой и ресничного края. И в третьем образе я решила использовать выделённый как акцент. Для построения я взяла всё тот же на ру и растушевала. И далее я снова беру Shimmer, в этот раз это Firefly, светлячок, и наношу его на подвижное веко. И снова салатовая гравитация, в этот раз она идёт на нижнее веко. И последнее, для слизистой я взяла стойкий зелёный каял. А для межреснички тот же серо-серебряный карандаш. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, пора подводить итоги по нашему туманному клубу. Да, впрочем, не было переводится как один из вариантов перевода с английского, это туманность. Ну, естественно, палетка сделана в Китае, да, Kaleidos это известно, что это китайский бренд. То-то написано на коробке 13 грамм самих теней, то есть тут их 15 цветов, да, 13 грамм. Ну, считаю, что это вполне себе приличная громовка. Если вдруг, конечно, когда-нибудь придётся её купить где-нибудь, то я считаю, что надо брать. Так вот, что по поводу осыпаний. Первый макияж, который был выполнен с подложкой на базе, у меня ничего не осыпалось. For my only hope. Ого, я даже не видела там, что там такое название. Обалдеть, там такое длинное название, да всё. Так вот, они у меня не осыпались, то есть у меня вообще ничего не было под глазами. Надо понимать, что там была такая прям достаточно клейкая, да, подложка. Но, когда дошло дело до моих вот этих вот фаворитных, так сказать, пока что цветов, да, вот этого и вот этого глаза, то здесь у меня прям появилось немножко осыпашек. И это всё-таки такие зелёные, синие, да, вот эти цвета все такие, они очень капризные. Ну, бывает такое, да. Но хотя вот я их не убирала ещё, эти осыпашки, но на вот, например, час, мне кажется, вообще ничего, ну, тут ничего не было. Мне кажется, вот здесь даже ничего не видно. Здесь не было никаких осыпаний, вот эти вот, что касаемо вот этих вот шиммерных, да, самых просто обалденских цветов. Они вообще прекрасно клеятся, и они прям так красиво растягиваются, просто замечательно. И ещё хотела сказать интересный факт. Поскольку я живу в Китае, то я просто заказала на сайте Taobao, да, Taobao это такой огромный онлайн-маркетплейс, да, где продаётся всё. Вот, где ты можешь купить всё, что угодно. Так вот, я её купила, и буквально прям несколько дней, наверное, прошло, и я зашла туда, и всё, слоудаут, то есть её нет. На сайте я до этого проверяла, то есть её там, естественно, нету, и как бы, я не знаю, предвидится ли вообще. Я покупала её где-то 218, кажется, юаней, да. Если это конвертировать в рубли, то это получается где-то 2,5. Если вы покупаете, то есть в Россию, да, то вы покупаете с официального сайта, то уже в долларах конвертация получается прям подороже, около где-то тысячи рублей разница. Конечно, можно подумать, да, что, ну, какие-то там китайские тени, они вообще того не стоят, но нет. Только не это, просто брать и вообще бежать. Вся вот эта вот тема пропитана космосом, межгалактическими какими-то цветами, путешествиями и прочее. А когда я делала свочи, именно пальцами, палетка просто меня сразила на повал, потому что она была безумно пигментированная. Потом, когда я начала пользоваться, это был первый оттенок вот, вот этот, на Ару. Он кажется таким более-менее нейтральным, но на самом деле он достаточно серый. Вот вы его можете сейчас видеть на моем вот этом вот левом глазу. Я его взяла пушистой кистью, и он у меня прям начал крошиться во все стороны. Я подумала, что сейчас у меня вся палетка будет, во-первых, она грязная, во-вторых, сейчас просто все вокруг лежащее. А это такие красивые вот эти вот блестяшки, шиммеры, просто сейчас все будет в этом серо-грязном таком цвете. Тот макияж, который был первый самый, он был на подложке, это был самый темный, Сайлон, вот этот вот. Он, конечно, красивый. Хотела его было растушевать, он как-то у меня подзалит. Я не могу сказать, что он плешивил или образовывал какие-то там грязные пятна. Я подумала, может быть, дело все-таки в моей кисти или в моих руках. Тот макияж, тем не менее, был выполнен полностью на базе Билуиз. Вот эти два глаза, они разные. Я их выполняла без каких-либо подложек, без каких-либо праймеров. Считаю, что надо, так сказать, проверять вдоль и поперек палетку. Я не то чтобы против каких-то баз, каких-то подложек. Я считаю, что если палетка работает без них, то можно использовать иногда, если хочется. Но, тем не менее, мы можем видеть, что пигментация потрясающая и с базой, и без базы. И хочу сказать, что в этот раз я использовала другую кисть, и не было Пилуиз. И у меня прям намного проще тянулись все. Естественно, я не могу не упомянуть об этих просто невероятных вообще шиммерах, которые приковывают целиком и полностью наше внимание, когда мы смотрим на эту палетку. Вообще, конечно, вот этот цвет, он прям дохромит, прям так здраво, я бы сказала. У меня он прям вот прям фиолетовым отдает. Я могу сказать, что у меня было предубеждение по поводу вот этих вот всех блестяшек. И сам первый макияж, где я использовала вот этот вот ново в качестве акцента на внутреннем уголке. Я была, потянулась за базой для глиттера, но подумала, что ладно, что у меня там и так есть уже праймер. Думала, что давайте-ка лучше мы попробуем, как оно ляжет. Вот. Единственное, что мы не попробовали мы вот этот вот, да, не попробовали с вами ряд. Но, вы знаете, я считаю, что эта палетка просто еще можно изучать ее вдоль и поперек и делать с ней все, что угодно. Могу не сказать про вот этот глаз, потому что, как вы видите, я пыталась повторить макияж самой Анжелики. И я вот на него смотрела, вот я вам честное слово говорю. Я не верила своим глазам, что это реально можно сделать просто вот такой какой-то там обычной палеткой, да, без каких-то там танцев с бубнами. Когда я начала класть, еле-еле, как вы могли видеть, оно просто настолько легло идеально, вот просто ни дать ни взять. Они настолько разные, они настолько друг от друга независимы, но при этом вот этот зеленый, он создает ту самую тень, да, которой добивалась как раз, наверное, Анжелика. В общем, мой вердикт, это, безусловно, просто must have. Я знаю, что ее сейчас уже вообще-то нету, да, и я не знаю, появится она или нет, но, на мой взгляд, это просто невероятно вообще крутая палетка. Ее наполнение я очарована абсолютно точно. Очень рада, что я ее купила, я очень рада, что я ее попробовала. Она нелегкая, то есть вот когда я красилась, и я стояла, я вот ее держала, у меня было такое прям, под конец уже у меня рука уставала. У себя тени в рефиле, они очень такие мягкие, но они не проваливаются, вот. Ну и, естественно, вот эти вот названия этих оттенков, они, конечно, тоже завораживают. Солнечного моряка, этот хайлайтер, он, конечно, такой прям вот очень активный. Если вы любите такое, то, пожалуйста, не посоветовать, не могу не порекомендовать его. В их коллекции очень много таких каких-то необычных цветов, вроде там фиолетового, розового. И вообще на любой вкус найдется оттенок хайлайтера. Либо вообще не ношу хайлайтер каждый день, либо ношу что-то такое еле-еле тонкое, еле-еле незаметное. Тут, конечно, сияние из космоса, но то я не могу вам не рекомендовать. Вот, смотрите. Ну вот. Он уже отдает желтым, а тоже такой доохромистый парень. И очень стильная упаковка, на мой взгляд, такая очень даже необычная, интересная. И мы поняли, да, что у этого бренда очень все хорошо с презентацией, да, все очень хорошо с упаковками, с дизайном. И тоже так же все прекрасно с содержимым. Ну что, ребят, я надеюсь, что вам было интересно, вам понравились макияжи. Обязательно пишите об этом в комментариях. Оставляйте свое мнение. Может быть, вы покупали эту палетку, может быть, вам она понравилась так же, как и мне. Может быть, она вам не понравилась, может быть, вы бы хотели попробовать ее. Поэтому я буду рада вашим отзывам, я буду рада вашим идеям, которые вы мне будете давать. В общем, любой фидбэк приветствуется. Ну, а мы с вами прощаемся. Совсем ненадолго, буквально увидимся в следующем видео. Желаю вам красивых макияжных дней. Желаю вам хорошего настроения. Желаю вам также побольше исполнения ваших самых сокровенных и невозможных желаний. Субтитры создавал DimaTorzok